Итак, мы продолжаем нашу серию выпусков о мирных черкесах, о служивых, в том числе, черкесах. И сейчас у нас выпуск, в котором мы поговорим о гривенских адыгах на кубанской линии. До этого мы говорили уже о черноморских, о кабардинской территории, и знаменитый, известный Груне Хаббле, гривенско-черкесский аул на Кубане. У него много написано, много интересного. И сейчас погрузимся в эту историю. Да, совершенно верно. То есть, речь пойдет о гривенских адыгах. Потому что, как сказал Виталий, в предыдущих сериях мы рассказали о казаках-черкесах из Моздока, из Бабуковского аула. Потом, собственно, мы упоминали Анапский полуэскадрон горский из натухайцев. Ну, короче, все мы это уже рассказали. Но если по степени известности, численности и продолжительности, здесь, конечно же, первую пальму первенства нужно отдать как раз адыгам, которые почти целое столетие как бы жили, проживали, кстати, вместе с нагайцами, в двух таких населенных пунктах, как казаки они проживали. То есть, это аул, он же Курень, он же станица гривенско-черкесский, и татарский адынский Курень, известный еще как селение Ады. То есть, получается, в Черноморском казачьем войске почти сто лет были свои внутренние, внутри войска, состоявшие на службе казаки-черкесы и казаки-ногайцы. И вот как раз именно в Гривенско-черкесском ауле, или как, ну, вообще-то правильнее бы его назвать было как? Грунехабль. Грунехабль, да. Проживала особая, ну, сейчас уже, видимо, практически исчезнувшая группа Черноморского, а затем Кубанского казачьего войска Гривенско-адыги. То есть, вот, собственно, мы о них и будем рассказывать. Маленький момент уточню. Они потомки, есть потомки, которые живут сегодня в Шапсутских аулах Адыгии. Псейтуг? Да, 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 да. Я не спорю, есть, но вот... А какая связь есть со станицей Гривенско? А, да, вот, да, лучше об этом. Про Псейтуг еще скажем. То есть, получается, да, есть же такой населенный пункт, как станица Гривенская. Гривенская, вот... Вот, как Каневская, Каневская. Ну, да, да, точно. Короче, да, совершенно верно. Спасибо за подсказку, потому что это не та Гривенско-Черкесская станица, которая была. Да, совершенно верно. То есть, со временем, потом, в конце 19 века, этот Гривенско-Черкесский аул станицы упразднили. Все, ее не стало. А название Гривенское передали по наследству соседней станицы, которая называлась Новонижестеблиевская. То есть, вот оно что. А то, что где сейчас, ну, то место, где стояла Гривенско-Черкесская станица, это, ну, это возле современного хутора Лебеди. Нынешний, это Калининский район Краснодарского края. То есть, ну, там населенного пункта сейчас как такового нет. Вот, тем более, что вот если посмотреть на картах, ну, месторасположение, да, вот, например, есть карта 1846 года, она перед вами, ну, она еще такая черно-белая, отметка о нахождении этого населенного пункта. Вот карта уже цветная, это 1882 года. Здесь тоже виден этот, ну, аул прекрасно. А потом все, потом он уже был упразднен. И, кстати, неподалеку от этих мест до сих пор есть хутор Магукоровка. У нас он так в честь генерала Пшикоя Магукорова, ну, адыга, который, собственно, вот и, ну, владел там этими землями и проживал в Гривенско-Черкесском ауле, ну, вообще известный человек. Да, в принципе, такая, да, личность, о которой можно отдельно поговорить. Да, да, совершенно верно. И причем, кстати, вот потомки Груны Хаббельцев, как Виталий верно сказал, ну, точнее, он правильно меня поправил, что они есть. Живут они в основном в Псейтуке. Да, совершенно верно. Хотя, вообще-то, уточним, что еще одним местом проживания вот адыгов, которые служили в казаках, были, кроме станицы Гривенско-Черкесской, был еще один населенный пункт, это станица Новоджерелиевская. Ну, там, неподалеку. Ну, плюс Суворово-Черкесский поселок, ну, мы о нем уже говорили. То есть, вот этот мы список, собственно, завершили. Когда началась история гривенских казаков-черкесов, ну, это конец XVIII века, 1799 год, когда из-за Кубани в Черноморию перешел шапсувский владелец султан Али Шеретлук-Аглу. Ну, вместе с подвластными ему адыгами и нагайцами, ну, примерно это было 138 мужчин и женщин. Это тот самый Шеретлук, который, которого считается, который как бы спичку зажег безюгской битвы. Да, да, да. Совершенно. Вот тогда, значит, на троне находился император Павел I, он издал соответствующий документ, высочайше разрешил принять этого адыгского владельца в подданство России, написав так. Всеми воистивящие, снисходя на прошение султана Али Шеретлук-Аглу, владельца закубанского народа Шапсига, простительно, в Петербурге так говорит, и приемли его со всем семейством и его подданными в наше покровительство и подданство, повелеваем по его желанию, то есть где захочет, отвезти в незаселенных местах черноморских казаков потребное пространство земли с угодьями, ему для жительства, ну и всем тем, кои с ним из-за Кубани туда переселиться желают. То есть вот так по этому условно-императорскому повелению и возник Гривенский аул. То есть с этого все и началось. И всех, получается, мужчин зачислили в казачество? То есть вот кто из-за Кубани, ну тут, наверное, знаете, примерно как история с этими братьями маздокскими. То есть, ну, в чем-то аналогию можно провести какую, что не всех мужчин жителей Гривенского аула зачислили в казаки. То есть его жители, проживая на территории Черноморского казачьего войска, считались вольными поселенцами. А часть из них, кто хотел, ну, по желанию собственному, были зачислены в войсковое сословие, то есть Черноморское казачье войско. То есть, получается, ну, явно часть мужчин Гривенского аула в казаках служила. Но не все, не все. Тем более служили они на добровольных началах, на положении вольных всадников. И это что-то вот напоминало, ну, как такой был термин, комная туземная милиция. На Кавказской линии, вот в эпоху Кавказской войны, такой термин часто попадается. То есть, например, на соседней Кубанской линии, потому что вот Черноморское войско, это Черноморская береговая линия, где линейные казаки соседние, это Кубанская линия. Вот там, например, была Ногайская милиция из жителей Ногайских аулов левобережных, которые стояли вот так вот вдоль течения Кубани, напротив станиц, они тоже вот какую-то определенную функцию кордонной службы несли. То есть, ну, Ногайская милиция была. И, кстати, вот, конечно, так и напрашивается как-нибудь записать выпуск о кубанских Ногайцах, но вот все-таки, наверное, недотерплю я. И поэтому немножко давайте отвлечемся вот на что. Ну, я же сказал про Ногайцев. Ну, давайте вспомним одну такую карту, которую, наверное, многие видели. История такова, что как-то раз один учитель истории из Адыгеи, ну, звали, зовут его Хамед Хасанов, взял и сделал такую вот большую карту для организации патриоты Черкесии. Ну, условно, карту вот Великой Черкесии времен Русско-Кавказской войны, на которую он перенес вот все известные ему черкесские топонимы. Ну, правда, он увлекся и попутно он, например, очеркесил и Ногайские, которые ему попадались. Например, вот была такая река, таким Ногайским названием, как Сосыка. Вот, у него это почему-то превратилось вот даже как-то, как это сказать? Сосыкуай. Сосыкуай, да. Вот, ну, молодец, короче, увлекся. Сосыку. Да. Ну, и ладно, самое главное, что? У него черкесские земли доходят аж до Азова, Дона, Маныча, аж туда. Ну, что получается, что хрен с ними, с этими кубанскими Ногайцами, что их вообще не было, что ли? То есть, ну, как-то нелогично, да? Вот, тем более, что карта очень популярна. Как вот в интервью говорит сам Хамед Хасанов, первое издание карты содержало около 500 названий черкесских городов и селений, второе дополненное порядка тысячи, а всего же, по его словам, можно насчитать более 5000 таких названий на 1830 год. Ну, потом, конечно же, всего того, что вот, как это, русско-кавказская война, количество черкесских населенных пунктов стало сокращаться прям стремительно, десятками, то есть, уничтоженные обы. Ну, конечно, виной всему ужасные урысы, пришедшие, ну, как бы так, пошутить можно в страну черкесских городов, потому что, ну, он же там упоминает, что были черкесские города, да? Ну, уж извините, не сдержался, немножко шутканул. Вот. Ну, теперь, соответственно, с этой картой многие люди прям активно носятся, вот, печатают ее, распространяют не только в России, но и в Турции, в других зарубежных странах, в частности, в Иордане, она висит там в классах на стенах школ. Она и здесь висит. И здесь висит. Ну, ладно, пусть висит, только проблема в чем? Потому что автор собрал вот все известные ему адыгские топонимы от, ну, как бы, разных эпох, и даже якобы адыгские топонимы, вот, у нагайцев позаимствовал, и воткнул в 1830 год. Это да. Это как бы не совсем правильно. Вот у него, например, есть аул Хакураты. Ну, в природе аула Хакураты не существовало. Он ее поместил внизу, в их реке Ольки. Зато там, вот, да, на этом месте, в 1924-1925 годах, был русский хутор с таким названием. Ну, и соседний совхоз, как бы, основанный позже, названный в честь основателя Адыгейской автономной области, Шахан-Чирия Хакураты, да. Вот. Ну, вот, как же так получается, что, оказывается, вот, был аул Хакураты, который, видимо, уничтожили, ну, злые русские, еще в 1830 году, ну, в центре Тимиргоевских земель, кстати. Да, шапсукская фамилия. Да, шапсукская фамилия, как-то странновато. Ну, если я так подскажу, там, по карте, насколько я помню, все-таки он как-то периоды распределил, там, у него разными цветами, что-то такое было. Да, да, карта не одного цвета, но, тем не менее, на явные ошибки мы указали, а вы уж там выводы делайте сами. То есть, получается, что автор немножко, вот, увлекся такими героическими корнями нации, откровенно говоря, умолив Ногайскую историю на Кубани. Потому что, если говорить вот эту тему все-таки, ну, логично завершить, то исторические земли западных черкесов, на которые никто и не пытается претендовать, что это, мол, чьи-то нам другие земли, это квадрат между, ну, Черным морем, Азовским морем, ну, и двумя реками, Кубанью и Лобой. А прибрежные земли, это вообще, как бы, ну, как это, хакуш для всех адыгов, да, это их родина исконная, то есть, все адыги, в том числе и кабардинцы, все вышли оттуда. Вот, а вокруг этого квадрата, условно, да, жили там кто-то и Абазины, и Карачаевцы, Таулу, и Нагайцы, ну, Анатамани или, например, в районе Анапы, Новороссийска, там, крымские татары, турки. То есть, вот это... Ну, там даже регион, мне кажется, миксовый очень такой, там вот все замешано было, там не было доминирующих... Ну, да, соглашусь. То есть, вот поэтому немножко, как бы, в кавычках, умиляет упорное нежелание некоторых адыгских патриотов нынешних, не замечать вот этих десятков, ну, там, где-то несколько десятков тысяч нагайцев, которые когда-то долго и в полном достатке спокойно проживали на Кубани, на обоих ее берегах, причем этот степной высокий берег правый, это понятно, то есть, при Кубанье. Ну, и на Левом-Низленом они тоже жили, они держали, например, междуречье между Кубанью и Лобой, то есть, вот этот вот клин степной, это были нагайские территории. Да и левобережье Лобы, практически, до Белой, они там тоже кочевали через полосно, с равнинными, там, черкесами-тимиргоевцами, егурухаевцами, махошевцами, то есть, там тоже у них такая была контактная зона. И так было лет 200-250, то есть, в 17-18-19 веках, когда кубанские татары вот по этой равнине кочевали себе спокойно, то есть, в низовьях Лобы, вдоль Рупа, обоих Зеленчуков, это, ну, были их земли. Причем, кстати, вот интересный факт, на этом обширном пространстве, ну, вот от Кубани до Лобы, все гидронимы, ну, названия речек, они татарские, нагайские, например, Чемлык или Зеленчуки, ну, большой, малый Зеленчук. Кстати, у нас есть на Кубани Терс-Зеленчук, такая небольшая речка. Ну, в черкесском даже Зеленчук же как-то по-другому он там называется. Да, ну, или вот там речки Чехрак или Чохрак, или Беймурза-Чехрак, речки, ну, это вот в Атранинском районе, это все тюркские названия, а мы, как понимаем, это, ну, четкий маркер принадлежности земли. И, кстати, вот интересный факт, потом же появились черкесские названия, гидронимы вот этих всех, ну, степных притоков Лобы, причем они появились, ну, позже, потом, ну, может быть, благодаря как раз злым урысам, которые, как бы, ну, подвинули немного нагайцев, да. А так до этого все, ну, тогдашние жители Кубани, ну, в первую очередь сами черкесы, они называли все это исключительно в нагайских вариантах. Например, речка Псенафа есть такая, она тогда была Картульген, река Геога, да, Шикурлы, река Уль, Булансу, река Фарс, Ямансу, ну, все, как бы, все этими названиями пользовались. Причем, кстати, скажем, что нагайцы эти не были классическими кочевниками, они уже и сильно окавказились, очеркесились, ну, например, у них были свои нагайские аулы, то есть это уже не был кочевой образ жизни, да. Они стояли вдоль русла Кубани, как правило. Обширная степь между Кубанью и Лобой, ну, они там ее использовали для своих сезонных кочевок, выпасов скота, ну, а зимние коши у них тоже возле Кубани находились. Причем они, значит, ну, кого выращивали? Лошади, овцы, то есть никаких там кос черкесских, которые там увлекались, абадзехи у них не было, которые там, ну, вот, в лесных этих горных районах, там, паслись в лесном подлеске, там эти стада огромные, косу, а подзехов, это, ну, их хозяйственный способ, да. Как говорят, что коза это горная корова, по сути, или корова для тех, кто не может себе позволить. Ну, да, коза это горная корова, да, есть такое выражение. Ну, собственно, черкесские и абазинские земли начинали за лобой, в верховьях Урупа. Черкесы и абазины жили там. Для них это было привычные такие прохладные леса, с лесными ручьями, влага, ну, нормально, никакой жары. Только дружившие с Ногаями и родственные с ними познати, черкесы Беслинея и Тимиргои, да, они пасли свой скот на этой Ногайской равнине. Ну, сразу встает вопрос, ну, а почему адыги не освоили эти земли? Ну, во-первых, Ногайцы были достаточно сильным и влиятельным племенем, да, ну, и в конце концов, даже такой хозяйственный вопрос. Все, наверное, видели хоть раз в жизни, кто интересуется, вот этот легкий черкесский плуг, который спокойно пахал вот эти вот лесные подзолистые легкие почвы. Он черноземную целину, вот этот утяжеленный чернозем, ну, тяжелый, жирный, он не мог поднять. То есть, вспахать черкесским плугом эти тяжелые черноземы было практически невозможно. Поэтому даже чисто вот этот вот почвенный фактор тоже влиял на то, плюс маловодье, что, ну, адыги как-то не особо увлекались этим районом. И я бы отметил маленький момент, вот, в прошлом мы говорили о переселении, о возможном переселении на Кубань, тоже как фактор. для горцев невозможно свести хозяйство, по крайней мере, сразу в таких условиях. Ну, для горных и прибережных адыгов они действительно были непривычны к этому. Ладно, там, темиргоевцы или еще кто-то, там, те же самые бжедуги, они это все уже как-то прошли и освоили. А один, да, аргумент совершенно верный, что приморские шапсуги говорили, как вот вы не умеете здесь жить на побережье, не умеете разводить, как мы, там, пчел, сады, там, на террасах, вот этих, там, со всякими ручейками обводненными, там, кукурузу или проса выращивать. Точно так же мы, как бы, не представляем, как мы на этом черноземе будем эту пшеницу выращивать и вот эти, подымать вот эти хозяйственные вопросы. Ну, ладно, отвлеклись. Я там упоминал о туземной милиции, кстати, вот все-таки еще раз чуть-чуть дополним, что да, вот была Ногайская туземная милиция, то есть подразделения такие регулярные, где они служили. И, кстати, был такой поручик российской службы, закубанский богатырь, князь мангатовских ногайцев Измаил Алиев, то есть такой вот известный деятель эпохи Кавказской войны, ну, как бы конца 1820-х годов. О нем, кстати, об этом закубанском богатыре, о его жизни и смерти, ну, написал его безымянный друг, то есть мы не знаем фамилию, имя, отчество этого русского офицера. Он служил в Прочинокопской крепости и свои короткие мемуары, ну, воспоминания о князе Измаиле Алиеве, он упубликовал, ну, он назвал отрывок из письма из Прочинокопской крепости, вот в том самом журнале «Московский телеграф» за 1829 год, номер 12. Вот он и описывал, что жил Измаил Алиев в одном из аулов за Кубанью, в семи верстах от крепости Прочинокоп, имел незаврядную внешность, природное благопрестойство, отличался необыкновенной физической силой и изумительной храбростью. Причем слава о нем гремела по обеим берегам Кубани. И сперва он был опаснейшим и злейшим неприятелем русских. И в сражениях с ними даже получил несколько ран. Ибо везде в битвах был впереди, где было больше опасности. Так, например, в 1823 году, во время экспедиции за Кубань большой, генерал-лейтенант Велиминов отделился от отряда с небольшой свитой. Так вот, Измаил с несколькими товарищами кинулся на него и вогнал в самый отряд. И лишь быстрота лошади смогла спасти генерала от плена. Но потом, на следующий год, в 1824 году, он перешел на русскую сторону, переселился ближе к Прочному окопу и дальше верно служил России. Как раз в последующие годы он был очень известен в боевых действиях. Вот, тогда как раз шла очередная русско-турецкая война, 1828-1829 год. Вообще решалась судьба Черноморского побережья. Вот, и анапский Паша Гасан звал его активно на свою сторону. Ну, то есть... Измаил Алиев не изменил Россию и, как писали о нем, в походах за Кубань был вместе с нами. Как русский, словом и делом. И все три наших счастливых экспедиции больших того периода были своим успехом обязаны старанием Измаила. Вот, по окончании этих боевых действий, ну, война закончилась в 1829 году. Ну, вот, всех этих закубанских экспедиций тогдашний местный командир, генерал Эммануэль, представил его к наградам, к золотой медали и к чину штабс-капитана. Ну, до этого он был поручиком. Но, правда, эти знаки уже его в живых не застали. Он 17 апреля 1829 года проведывал своего тяжелобольного дудруга, ногайского князя Каплана. Его ауле, это, кстати, современное село Капланово, Новокубанский район, недалеко от Армавира. И, когда он проведывал, он узнал, что на его узденя, ну, семью напали немирные горцы. Он бросился спасать своего узденя, которого звали Игитимир, его семью, ну, которых похитил отряд из 20 немирных горцев. Он погнался за ними, имея всего 8 нагайцев. И на речке Синюх, ну, это современная речка Синюха, этот бой состоялся. То есть, он догнал их, разбил, значит, своего узденя спас, семью отбил. Сам лично убил предводителя немирных горцев, но и сам тоже получил смертельную рану и, ну, как бы, был умер и был умер. Умер и был похоронен, ну, на следующий день, как и положено по мусульманской традиции. Ну, эта потеря была очень существенная для тогдашних мирных кубанских нагайцев. Кстати, если о кубанских нагайцах говорить, еще один, еще более знаменитый природный кубанский нагаяц, это был такой генерал-майор, одновременно российский писатель, которого звали Султан Козыгирей. Кстати, Пушкин, вот, о его писательском таланте писал, очень хвалил его повесть «Долина о Житугай». Это как раз вот о местности, вот, верховья Кубани, там, зеленчуки, где текут. То есть, вот, такое, ну, произведение, повесть. В принципе, ее можно почитать, если захотеть. Так вот, он военную службу начал в 17 лет, говорится, служил верно, честно, упорно. В том числе, кстати, и в Петербурге юнкером в составе Кавказско-Горского полуэскадрона, кстати, которым тогда командовал Султан Хангирей. То есть, да, то есть, кубанский нагаяц служит под руководством кубанского Житуга. Вот. Ну, вообще, достаточно сказать, что генерал-майор, то есть, он дослужился за генерал-майора, Султан Козыгирей прослужил 37 лет в армии. До 1864 года он состоял при Кавказской армии. Ну, за оказанную мушту и храбрость он получил немало орденов, наград. И, кстати, одно время даже был казачий командир. Он командовал двумя полками хаперских казаков в станице Баталпашинской. Ну, это нынешний город Черкес. То есть, ну, знаменитых, как это, мирных кубанских нагайцев хватало в нашей истории. Ну, правда, опять же, как-то справедливости ради скажем, что да, вот сегодня нагайцев изредка встретишь в городах и селениях Краснодарского края, ну, практически нет. Однако, часть этого народа живет по соседству. Ну, например, в Карачаево-Черкесской республике или в Ставропольском крае они есть. Причем, корни многих вот тех нагайцев, они с Кубани. Вот. Ну, как так случилось? Куда ж пропали вот эти многочисленные кубанские татары, которые, как мы выяснили, ну, большая часть их верно служила России еще с 1820-х годов. Ну, как? Они поддались на исламскую агитацию и эмигрировали в Турцию. Причем, часть уехавших затем вернулась обратно. Так, например, в 1864 году, то есть, когда вот адыги покидали, а эти раньше уехавшие уже все там распробовали, что увидели, они обратно потянулись в Россию. То есть, вот эти нагайские ре-эмигранты, получается, да, вернувшиеся, основали крупнейший, ну, в центральной части вот этого Северного Кавказа считается, что нагайский аул Канглы это, ну, наиболее крупнейший. Он находится, кстати, у подножия срытой, скопанной, почти сведенной горы, канжал, кинжал, ну, тали, не тали, вопрос сложный, но, тем не менее, вот перед минеральными водами нагайский аул Канглы находится, это он. То есть, такой вот, ну, как бы, грустноватый момент есть, то о том, что, ну, а почему вот все-таки кубанские нагайцы, служившие русскому правительству, после Кавказской войны ушли в Османскую империю. Ну, мы уже сказали, они поддались на османскую агитацию. Ну, турецкая пропаганда, это была не очень, там, какая-то изысканная. Там все крутилось, что, ну, религиозный фактор. То есть, их говорили, им говорили примерно так, что вот мусульманам жить под властью неверных кафиров, гяуров, ну, нельзя. То есть, это плохо, это грех. Кто умрет на инисламской земле, тот вообще, как бы, и в ад попадет, да, то есть, никакого рая не будет. Тем более, там, вас тут насильно окрестят, ну, и так далее. Ну, еще раз повторяю, тема кубанских нагайцев, это тема отдельных выпусков, поэтому могу сказать так, что есть вот на, как в минводах историк такой, как Айгуль Джумагулова. Вот, можете, например, прочитать ее статью «Причины и обстоятельства исхода нагайского населения в Османскую империю в 50-60-х годах XIX века». Ссылка в описании прилагается. Так, ну, возникает вопрос, раз мы закончили прогнозагайцев, вернемся, да, вот к закубанским народам. Кто-то из них, ну, вообще из-за дыг, точнее даже, на той эпохе сделанная какую-то успешную карьеру военную именно в России. Да, то есть, получается, что мы вот немножко отошли от темы адыгов, там, по нагайцам немного прошлись, теперь должны вернуться обратно. Наиболее успешные адыги, сделавшие военную карьеру в России, ну, конечно же, есть и не один, но все-таки вот выборку сделаем из закубанских народов, как тогда их называли в России, да. То есть, видного служебного положения в русской армии достигли, ну, конечно же, флигель адъютант Николая Первого, бжедугский ханука, ну, то есть, в чем-то он где-то там, по крови крымский татарин, султан хангирей, который сперва был Крым-черей, вот. Кстати, его, то же самое Николай Второй, называл наш черкесский карамзин за его вот писательскую деятельность. Потом из чистых адыгов, ну, можем назвать шапсуга генерала Пшикуя Магукорова, которого косвенно упомянули. Из абазин кубанских, это, видимо, будет Магомед Гирей Лоов, тоже, как бы, отметился в истории Кавказской войны. Ну, а из нагайцев, это все-таки из кубанских нагайцев султан Козы Гирей. То есть, вот, такая, раз, два, три, четыре, да? Да. Такая четверка наиболее видных российских военных местного происхождения, ну, и, естественно, когда-нибудь в будущем, может быть, можно вот такие биографии их и проследить будет. Ладно, мы отвлеклись, извините, нам пора вернуться в Гривенский аул.